МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина регионов» с тудой Алиэна Мелешанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Сто годзя Костричинская революция отзначили митингом на холодной площади в области. Как перетворить аматорское пчелярство у промысловое? Утары сотни пчеляроши трех краян света сустрелись в Круглянском районе. Садовина и Городина нового оружия в одном месте и по добрым коште. Буйная сельско-господарчая кирмаши пройшли на Могилёшчине. Криминальная справа партикуля службовая неотбайна. Заведена следшими у относенных до службовых особ управления архитектуры Могилёшского ароконкама. По словам правоохоуников, подставой для этого стало невыконание законодавства аппаратку взносу самовольно сбудованных побудов. По словам Могилёшских следших, службовые особы гарвоконкама некольких годов тому не адраговали на решение комитета держконтролю об взносе недобудованных домов по улице Загородная ШШ-31, яке узводилися самовольно, что и привело до трагедии. Нагадаем, 1 листопада отбылась и трагедия. На двух хлопчиков увалилась бетонная плита перекрытия. Один загинул на мес, другий отримал тяжкие травмы. По факте здарения была заведена криминальная справа по артыкуле причинения смерти по нестерожности. Стан хлопчика, який потерпел у вынеку падения бетонной плиты в Могилёе, по ранейшему застаётся вельми тяжким, поведомил уголовный урач Могилёвской областной дитяшой больницы Игорь Каско. За життё школьника змагаются лепшие медики. Потерпелым оказывают всю необходимую допомогу. Малый находится на штучной вентиляции лёгких. Организм дитяцы отримливает медицинскую поддержку с допомогой аппаратов. Урачи прогнозов по куль не дают. Митингом на Галуны площадь в области отзначили 100 годзя Кастричницкой революции. Представники улада, у працонных коллективов – люди поважанного возрасту и молодць. Разом узгадали историю минулых часов. Выступление с трибуны «Червоная стяги» – портреты праводорог Коммунистичной партии Советского Союза. На площади Ленина у основным люди старшего поколения. Для их свято 7 листопада – особливый день. Однако есть и молодь. Можно по-разному относиться к Великой Октябрьской социалистической революции. Но то, что много хорошего было, и то, что мы это хорошее должны помнить. Для меня лично праздник большой. Я всегда выхожу. Здесь мы встречаемся со многими друзьями, общаемся, говорим об истории, о нашей жизни. Нужно вместе, чтобы молодежь и старшее поколение, такие мероприятия, нужно проводить с достоинством и чтить память прошедших наших дней. Просто надо уважать эту историю, что наши деды, прадеды ее прожили. И нам надо достойно эту историю нести. Нам и вам будущее поколение. К ветке допомника Владимиру Ильичу Ленину. Так само Данина Паваги. Можно долго разважать, что принесла Великая Кострышницкая революция. Однако докладно вядомо, это была подея, которая у коры не изменила ход истории. И это так само варта уваги. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новины региона. Полторы сотни пчеляров из четырех краян света приехали на встречу в Круглянский район. Как поделиться опытом развития промыслового пчелярства. Самое главное – отримать добрые парады, как перетворить аматорское пчелярство в промысловое. Большие объемы и новые технологии дают больше корыстей и прибытков. Мед – это наше здоровье, это во-первых. А мед – это пчелы, пчелы – это жизнь. У листопада, когда пчелы ховаются на зимовку и практически завершены усе работы на пасеках, пчеляры мают час, ковнарышся обмерковать свои проблемы. У туркомплексе «Миколаевские сажилки» – великий сбор, выстава-продаж товаров для пчеляров. А Лена и Бош – с устреча со специалистами. У каждого страны есть свои какие-то секреты. То есть я, может, какими-то делюсь своими секретами, разработками. Беларусы – своими. Пчелярство сегодня экономично выгодное. И размова еде не только про мед, а про эксклюзивные апипродукты, какие есть основы при нам все для натуральной косметики. Такие продукты, например, мстиславские пчеляры меркуют экспортовать. Это хороший заработок на селе. Во-первых, это независимость от кого-либо. Ну и, соответственно, это интересная и увлекательная работа. Уже для молодежи, которая ничем не может заняться, ищет что-то. Ну, пчеловодство я бы всем рекомендовал попробовать когда-то подойти к улью и залезть туда с головой, и посмотреть, что происходит в этом улье. Пчеляры – звездки-вендоры Шмахилевского района рухают новые технологии в свою працу и одночасово подрабязно делятся вопытом с усими цикавными на канале Ютуб. Вопыт пчеляров из разных краин цикавы и круглянцам. У господарцами особой ПМК есть своя пасека, где две сотни пчалинных семей. Вытворчись больше за три тонны меду за сезон. Ну, а если брать по статистике, то 300 грамм на одного белоруса на сегодняшний день производится мёна, что-то ничтожно мало. Между тем, что, как по заключению специалистов, это надо около 15 килограмм в год, а мы всего лишь 300 грамм имеем. Поэтому тут работать и работать. Але миновито у Махелеуская, а так само и Гродненской областях пчалярство сегодня развивается худкими темпами. Илона Иванова, Юра Власцов, Новины региона. Набыться до вину и Гроднену нового урожая у одной месяца и по добрым кошти. Сельская господаршая кермаши ладится по области Амальштуты Днева. Ижихары, городов и районных центров с задовольнением користаются такой махчимостью. У часа великих выходных буйные кермаши зладили у Могилёве и Бобруйску. Любой овощ имеет свой стандарт по размеру и по качеству. То есть в любом случае есть выбор и по деньгам, и по качеству. А стандарту капусты, например, какой? Должен качан соответствовать 3,5-4 килограмма. Господары хвалят продукцию, что уродила их земля. Садовину Городнину на любой густ пропонует сельгазпродприемство и фермерские господарки. А покупник робить выбор. Пришли, купили и дешевле, чем в магазине. Пойду еще картошку занесу, пойду еще за яблоками. У кермашах примают уделу тым лику мясцовое, промысловое предприемство и предприемство и громадского харчеванья. А так само рамесники и звичайные вязковцы, которые на улазных огородах выращивают сельгазпродукцию. Яблочки из Шкловского района. Чем она хороша? Что в них нет химии. Детям в школу обязательно дают по яблочку каждый день. Пенсионеры любят витаминки. Ну и так все люди любят яблоки. Тут же можно набыть живую рыбу, саджанцы, декоративные рослины и так далее. С пожилцу такая форма гандлю да сподобы. Удобнее мне сейчас взять, подъехали прямо сюда, скрузили все и поехали. Ну и сейчас так-то на выходных удобно. Как-то ярмарка, все-таки веселье. Без забот пришел, купил, ничего не забудешь и ничего не думаешь. Ну конечно и свое хозяйство есть поспорное, но здесь тоже выручает очень сильно. Хорошо, что в центре города. У тех, кто не поспел на запасе цягороднену, еще есть час. Все лето, по видамелю областным управлению Гандлю, на Могилёвщине заплановано больше 400 кермашов. Кристина Кранкевич, Миколай Соболев, Новины региона. Одновленный супредсухотный диспансер открылся в Бабруйску. Реконструкция продолжилась амаль два годы. Теперь тут сучасное обсталевание и новые методы для отшения. Отримать допомогу хворые на сухоту смогут навык дистанцейно. Специалисты лечить открытие диспансеру черговым кроком у развития городской пульмонологии. Гроши на ремонт с городского бюджета обсталевание по линии министерской программы. Новый рентгенологичный комплекс, что установили у диспансеры, дозволить с меньшей шкодой для организма и с большей эффективностью проводить доследование. Медики означают, теперь есть махчимость убачить и вылечить сухоту на самые ранние стады. Во-первых, малое излучение. Раз защиты здесь очень надежная. Можно сделать и пленочную на бумажном варианте, и пленка. На амбулаторном лечении у супрацсухотных диспансеры зараз 35 человек. Отримать консультацию можно дистанционно. При наявности веб-камеры и интернету медики смогут сдавать пациентам рекомендации по приеме леков. Это тот уровень, который сегодня позволяет диагностировать и способствует диагностике и лечению больных на ранних стадиях заболевания. Ну а, собственно говоря, те условия, в которых сегодня будут находиться врачи, это максимальное удаление, в том числе и от заболевшего. У Бобруйска допомогу хворым на сухоту отказывают 66 специалистов. Медики сподяются, а новые методы лечения покажут свою эффективность уходким часом. В субботу, 11 листопада, пройдя промая телефонная линия с наместником старшини Могилевского Абл-Ваканкама Андреем Кунцевичем. Коли вас хвалюют пытания в социально-культурной сфере в области адукации и охове здоровья, можно звертаться по номеру в Могилеве. 50 18 69. Телефонная линия будет працовать с 9 до 12 годин. До Андрея Кунцевича можно будет так само звернуться с пытаниями по спорте и туризме, по оздоровлению и санаторно-курортным лечении, как дорослых, так и детей. Выказать пропоновы по гуманитарной деянности и социальной обороне насельництва. Нагадаем телефон для совези 50 18 69 у Могилеве. Одночасово промые телефонные линии проведут кероники у сих гар и райвыконкам о Могилевщине. Так, например, у Могилевским гарвыконкаме ваши проблемы поспробует вырешить наместник старшини Сергей Дядович. Нумер телефона 42 21 02. И в той же час у Бабруйским гарвыконкаме ваше телефонование будет принимать наместник старшини Бабруйского гарвыконкама Инна Ануфраева. У Бабруйску номер телефона 76 21 41. На пожар у Хотимским районе загинул пенсионер. Як поведомили у службе 101, пожар отбывся у приватным жилым доме. Коли вертовальники прибылі на місце здарення, будынок горыл открытым полами. Почас ліквідація у згорання под обваленными конструкциями пожарная знайшлі тела господара до молодання. Мужчине было 84 годы. Агонь знишил дах дома и веранды, пошкодзе у перакрытий и майомость. Спеціалісты высветляють причину пожару. Сьоліта в область отбылось 575 пожаров, на яких загинули 48 человек. Адразу три могилёвскі вокалісткі привезли дипломы з республіканського конкурсу молодых астрадных ваканавців «Белазовский аккорд». Гран-при у Ірины Круглік. У конкурсі прималі у дзел моцні співаки з Беларусі, Росії і Україны. Наша здымышна група наведала у ладальніцу гран-при. Пісня Юрия Науроцкага на слову Мікіта Найдёнова «Я выдумляю» Принесла Ірині Круглік високу узнагороду гран-при республіканського конкурсу «Белазовский аккорд». Яна самая молодша, серот естрадных ваканавців до 30-ти годів. На сцені былі моцні вокалісты з Беларусі, Росії, Україны. Аднак мінавіто выступління Магілівчанкі працтавніча журы оціоніла высока. Я понімала, що мені 16 років. Я понімала, що я їду ще туди рібенком на взрослый конкурс. Все рівно я іще рібенок. І коли все стоять з дипломами, я вже щас будуть об'являць гран-при, а я стою без диплома, до мене починають потіхоньку доходіть, тут мене об'являють. Для Ірыны гадача тверта гран-при з розліх конкурсів. Дзівчинка хоч і має, як кажуть, талент ад Богу, аднак велика трудзяга, розказуває я педагог Нелі Бардунова. А тому і композитор даў дозвол на виконання пісні, хоча багі конкурсанты не дайшлі до фіналу, менавіто па гэтай прычіні. Коли ми отослали фонограмму, і там учредители конкурсу все сказали, що треба обязательно брати разрешення у композитора. Позвонили композитору, так як він з Ірой встречался на конкурсе «Хали-хало» і слышал, як она сполняє, він сказав, «Конечно, Іра, пожалуйста, я тобі дам свою пісню». І не тільки по її, але ще даже предложив фонограмму. Але фонограмма у нас вже була. У фіналі конкурсу 16 чалавек. Трапіць туды було не так просто, і што вельмі приємна. Тры махілючанкі узяли у Знагороды. Перша і другое місце у Дарлі Чаславскай і Александры Романовскай. Тым больше, што сёліта, як ніколі, узровінь виконаўців був даволі высокі. Татьяна Сергійчик, Александр Тарасов. Новіны регіона. Бабруський Союз Энерго став бронзовым призёром чемпіонату світу по футзалі сярод клубоў. Турнір з'являецца аналогам футбольной лігі чемпіоноў. За узнагороды з паборніства узмагаліся каманды з Расії, Беларусі, Україны, Франції, Чехії, Ізраіля, Казахстана, Аргінціны, пяраў Кітая і Нігері. Союз Энерго паспяхова пера доля ў групавую стадаю турніру. У серый плей-офф бабруські футзалісты былі мацній за московскі «Спартак» 3-2 і заступілі іншаму працтавніку Расії клубу «Егор'ўск» 4-9. Бронзові медалі отрымалі два пауфіналісты – Гэта Союз Энерго і чешскі «Хемкомекс». Пераможцам чемпіонату свету стала московская торпеда. Даволі тёплый тыдзень прагнозуюць синоптыкі на Магилёвшыні. У бляжайшая дні обыдзецца ўдзень навад без минусовых температур. У гідрометэцентры кажуть, на дворўе бляжайшых дзён будзе вазначацца полем павыжанага атмосфернага тиску. Учацвер чакаяцца воблачная с праяснэнянями на дворўе – туман і слабая галалёдіца ўраніцы. Температура паветра ўдзень – плюс 3-8 градусаў. С пятніцы на тарыторыў області махчымы караткачасовыя апаткі. У суботу і неделю яшчэй ветер узмасніцца. Парывы будзуть дасягаць 15-20 метрів за секунду. Али слубок термометра паранейшым ўдзень будзе вагацца ў межах 4-9 градусыў со знаком «плюс». Самое цікавое новини Могилюшини ви можете знайсці на нашым сайці – tvrmogilio.by. А я на гэтым з вами раз вітвуся. Доброго вам настрою. Їда сострэчэ. Субтитры подогнал «Симон»!